Здесь служат лучшие носы. Участники акции «Студенческий десант» пришли в гости в Центр кинологической службы, чтобы узнать о работе современных полицейских, а может и выбрать эту благородную профессию в качестве дела жизни. Пока эти ребята учащиеся 28-го колледжа, будущие соцработники. Местные обитатели чужаков встречают лаем. В центре содержится 15 собак. Каждая работает по своему направлению. В чемодане имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ. Это учебное пособие для хвостатых, чья работа – поиск веществ по запаху. Когда человек таблицу умножения очи, он часто повторяет. Понятное дело, что у него память откладывается, он запоминает. Но и у собак также. Если она в процессе дрессировки, тренировки нюхает каждый раз одни и те же запахи, соответственно, она их запоминает уже и может идентифицировать от других запахов. А вот как это выглядит на деле. Ребята вместе с кинологом прячут имитатор взрывчатых веществ. Клеопатра, или как ее называет хозяйка клевая, ищет. Обмануть этот нос практически невозможно. Тетрил и гексоген – имитаторы запаха взрывчатки. Обнаружены за считанные секунды. Собака не должна ничего бояться. Обладать крепкой нервной системой. Не пугаться ни звуков, ни машин, ни посторонних людей. Если просто сказать, собака должна быть смелая. А это красавец Зорро. Он может безошибочно определить принадлежность вещи конкретному человеку. Это на случай, если злоумышленник потеряет на месте преступления, например, перчатку. Чтобы доказать, что это преступник, у него берется еще одна вещь. Собака занюхивает перчатку, которую оставили на месте происшествия. Пускается в строй. Если она обозначает вещь преступника, значит, соответственно, это не его лишь. Ради эксперимента студенты пожертвовали своими перчатками и шапками. Зорро точно определяет две вещи одного человека. Хотя, по словам кинологов, даже для тех, у кого нюх, как у собаки, задача эта непростая. Сейчас, потому что, соответственно, очень много... Ну, как бы прогресс не стоит на месте. Мы не в полях работаем, не в лесах, мы работаем в городе. Там, где большое количество запаховых раздражителей присутствует, это посторонние люди, животные, машины. То есть, вот сейчас, в связи с этим нюансом, тренировка по запахам следу очень сложная стала. А еще Зорро – бесстрашный пес. Он может мертвой хваткой вцепиться в злодея и не отпускать, пока не получит команду. Вот это лобовая атака! Увиденное студентов впечатлило. Ребята открыли для себя новую профессию и даже взглянули другими глазами на привычных немецких овчарок. Сложно. Это все надо их обучать каждый день. Они могут не слушаться, могут покусать. Это сложно и страшно. Мне очень понравилось, в принципе. Я тоже хочу себе собаку. Ну, это очень интересная работа для них. Ну, и опасная одновременно. Стать кинологом, участковым или экспертом-криминалистом? Акция «Студенческий десант» тем и интересна, что работу офицеров можно увидеть изнутри, примерить ее на себя. А за примерку, как говорится, денег не берут. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.